Всем привет с канала Камрад Майор и сегодня новый видеоролик до сель не было такой темы у нас на канале как флористика. По определению это коллекционирование значков, знаков отличия, медалей, наград, любого временного промежутка, то есть как стали первые появляться от древнегерманских и от Российской империи до современных. Я флористикой занимаюсь, если сейчас 21 год, ну года три наверно так активно, но был большой перерыв более чем в полтора года. И хотел бы показать чего я добился, насколько преуспел в этом. Скажу о том, что здесь по большей части юбилейные сразу, то есть здесь не будет немецких рыцарских крестов, здесь не будет орденов Ленина. Такого понятное дело у меня пока что нет, но опять-таки пока что. Первое, что я собирал, это все, что связано с трудом. За труд в Советском Союзе очень хвалили, труд оценивался в различного рода проявлениях, от грамм, благодарностей до выдачи каких-то отличительных знаков. Первое, наверное, что это значок ударника коммунистического труда. Даже могу поближе поднести. Это значок, он выдавался даже вместе с удостоверением. Отлитый из латуни или что-то такое. Изображен профиль Ленина на коммунистическом знамени, на красном знамени. И здесь изображены завод на фоне синего неба и поля с комбайном. Ударник коммунистического труда и колосья вместе с серпом и молотом. Их давали вот повсеместно у многих людей он был не один, там несколько штук. Далее. Молодой гвардейц шестой пятилетки. В ЛКСМ вторая степень. Была третья, вторая и первая. Это также просто нагрудный знак стоимостью рублей 40 на теперешние мелкие. Но тогда его нужно было заслужить. Это выдавали, насколько я знаю, студентам. То есть за достижение каких-либо успехов на практиках, на добровольной помощи колхозам и так далее. Следующее. За трудовую, сейчас, за доблестный труд в ознаменовании столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Также было более 50 миллионов награждений. Вот. Ленин. 1870-1970. Все. Это давали за преуспевание в труде в 80-м году. И далее. Ветеран труда. Медаль, отлитая из тампака. Если вы застали бабушек-дедушек и они, ну, довольно такого возраста, солидного, то есть это на сегодняшний момент 75 минимум, у них 100 процентов, если они работали, и есть такая награда. Вот как бы 100 процентов абсолютно. Так как также было около 40 миллионов награждений за заводы, за работу на полях, учителям. Давали повсеместно. И также на предприятиях были соцсоредования. За лучшие показатели, за лучшую выработку проводились они с 73-го по 80-й год. И вот у меня собраны эти победители. Единственное, пока что не нашел 79-й, так как их просто-напросто мало. Но обязательно хочу найти себе, чтобы закрыть как раз таки вот эту вот пустоту. С 73-го по 75-й были вот такие большие, которые нравятся мне больше. То есть здесь знамя, также в шестиграннике, с колоссиями, серп молот, год и вот такая вот лента. Опять-таки со звездой. А потом, может быть, начали экономить, может быть, что, но почему-то переработали. То есть осталось так. Жена добавился белый фон, где шестигранник. Вон, его видно. Год стал внизу на синем фоне выбиваться. Сзади не поменялось никак. То есть отлита. И также убрали вот эту ленту, заменив ее на колодку. Опять-таки это, на мой взгляд, было намного лучше. Далее. Это награды уже после 91-го года. Это награды РФ. Медаль Георгия Жукова. К его столетию в 96-м году давалась она военнослужащим к датам и за преуспевание в воинской дисциплине. Также за службу медаль третьей степени в федеральной службе исполнения наказаний. Вот нам об этом говорят полоски, что это третья степень за службу 10 лет. Поверну. Может быть там не было видно. В Синовский Орел. Далее. Это медаль Дети войны. Даже не медаль, а нагрудный знак. Который таким образом выглядит. Двое детей. 41-45. Ульяновская область. Это наш местный региональный знак. В России также есть такие. Это белый фон. И на нем идет синий и красные полосы. Это не флаг России. Давалось тем, кто родился с 1 сентября 1939 по 31 декабря 1945 года. И медаль, которая пока не имеет колодки, так как была утеряна. Это орел, хватающий волка и атакующий его на фоне гор. Это участнику контртеррористической операции на Кавказе. Также здесь изображены горы. Это за контртерроризм. То есть это уже более такая серьезная. Это не за выслугу. Это именно за боевые действия, за отвагу, проявленную в боях с людьми, которые подумали, что могут сепаратным образом нарушить целостность Российской Федерации. Далее. Пустой. Но почему? Нет, он не пустой. Просто это для орденов я сделал отдельный. И здесь орден Отечественной войны второй степени. Этот орден, он не боевой, он наградной. Сейчас переверну. Он здесь на закрутке. Это те, которые давали в 85-м году к 40-летию победы. Те, у кого были ордена, им делали дубли. Но те ордена боевые, они были двусоставные. То есть звезда, сама красная, она отделялась от вот этой вот имперской звезды, так скажем. И здесь у нас есть монетный двор, и здесь уже есть даже номер. Девятнадцать семьдесят два семьсот тридцать девять. Это именно юбилейный орден, но опять-таки это орден. Это человек заслужил путем того, что после войны он не позволил себе упасть и продолжал также работать на благо государства. У него даже приятный звук не как у других. Сейчас сразу зафиксирую. И перейдем к последней, где больше всего. Итак, это все, что связано с военной тематикой. Это все, что связано как раз-таки с тематикой дат. Значит, здесь он перевернутый почему-то. Начнем, наверное, с верхнего ряда. Тридцать лет советской армии и флоту. В ознаменовании тридцатой годовщины. Восемнадцать сорок восемь. Изображение Сталина с Лениным. И римская цифра тридцать. Медаль выпуска сорок восьмого года. Сорокового опять-таки нет. Далее идет. Пятидесятый год. Изображение Красногвардейца и солдата пехоты. Восемнадцать шестьдесят восемь. Пятьдесят лет вооруженных сил. А сверху знак рабочей крестьянской Красной Армии. Далее. Восемнадцать семьдесят восемь. Уже видим, как меняются вооруженные силы. То есть тут солдат с автоматом Калашникова. Подводная лодка. Ракеты. И истребители типа МиГ. Шестьдесят лет вооруженных сил СССР. И далее идет. Восемнадцать восемьдесят восемь. Последнее. Семьдесят лет вооруженных сил. Изображение летчика, моряка и пехотинца. Далее идет у нас нагрудный знак. Отличник погранвойск второй степени. Это такая ведомственная награда пограничников. Которая дается во время срочной службы. Далее. Наше дело правое мы победили. На латунной колодке. Прошу заметить. Латунь. За победу над Германией в Великой Отечественной войне. 41-45. Это именно так, когда выдавали в 45-м. За победу. Вот. У меня тут проблема в том, что было утеряно оригинальное кольцо. И поэтому здесь как раз таки я сделал из проволоки кольцо, которое иногда бывает, что отделяется, что не есть хорошо. Далее. 20 лет победы. 10 лет не делали почему-то. Ну так как люди более были нацелены на восстановление страны. Значит, римская цифра 20. 20 лет победы. Здесь статуя русского Ивана в Берлине. С девочкой на руках. Далее идет 30 лет победы. Их две. Почему? Участнику войны. Труженику трудового фронта. То есть тем, кто воевал, выдавали вот такие. А тем, кто трудился на заводах, на фабриках, им давали вот такие. Спереди они одинаковые, но именно сзади кроилось то, за что ее выдавали. Далее идет 45. Ой, 45-85. Это 40 лет. И также участнику войны. У меня ее не хватает такой от трудового фронта. И далее. 95-й год. 50 лет победы в Великой Отечественной войне. Далее идет 60 лет победы в Великой Отечественной войне. И 65 лет победы в Великой Отечественной войне. Здесь место как раз таки осталось. Сейчас уже есть 70 и 75 лет. Но также еще нужно вот это вот найти участнику трудового фронта. Вот таких успехов я добился в флористике. Это не считая значков, которые я собирал. Но также, может быть, про них будет выпуск попозже. Посмотрим, какой актив соберется на этом видеоролике. Это очень интересное занятие. Те, кто любит историю, кому она близка, очень интересно про все это читать. Я был в клубе коллекционеров. Это, опять-таки, это можно все обговаривать, все обсуждать, что, где и как. Это просто одно из самых дорогих, тем не менее, самых интересных хобби. Которые могут быть в принципе. С вами был Комрад Майор. Надеюсь, вам было интересно. Поэтому оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.